Ежесуточно в нашем городе курсирует более 14 тысяч такси. Не правда ли цифра внушительная? И все же мы знаем, как сложно бывает найти машину с зеленым огоньком в вечерние и ночные часы, воскресные и праздничные дни. И еще одна цифра – 560 тысяч. Именно столько сегодня в Москве личных автомашин. А сейчас познакомьтесь. Федор Леонидович Белиляддинов и Анатолий Алексеевич Бойков. Оба они жители Кунцевского района столицы, оба бывшие таксисты. Федор Леонидович сейчас на пенсии, а Анатолий Алексеевич работает токарем в 14-м таксопарке. Одними из первых в районе они приобрели патент на право транспортного обслуживания пассажиров. – Вы оформили, когда оформили патент? – 8 мая. – А вы? – Я тоже 8-го, но приступил к работе 10-го. – Ну и как идет работа? – Пока нормальная идет. – Сколько часов в день вы работаете? – 4-5 часов, самое большое. – А вы? – Я тоже в день 4-5 часов, но я работаю только в будни. В пятницу вечером я уезжаю на садовый участок и в субботу с воскресеньем провожу там с семьей. – Понятно. Ну и такой вопрос, каковы доходы? – Ну, так я приблизительно посчитал, у меня месяц выйдет 130-140 рублей. – А у вас? – Ну, у меня я месячный заработок не подсчитывал, но каждый день чистый мой доход – 10 рублей. – Вас это устраивает? Будете продолжать работать? – Будем обязательно продолжать работать. Когда вышел закон, мы как-то даже немного боялись, что очень большой будет наплыв этой категории индивидуальной деятельности. Но оказалось, все-таки из 23 тысяч личных машин, которые имеются в районе, на сегодняшний день только 26 человек занимаются этой индивидуальной трудовой деятельностью. Наверное, есть и причины, почему людей маловато. – Это прежде всего, может быть, еще не все. Граждане знают порядок оформления, порядок работы. Поэтому и не так-то охотно соглашаются на это. – Скажите, ну вот помощь водителей, частников нужна вашему району, как вы думаете? – Так она, по-моему, не только нашему району, она всей Москве нужна. – Александр Андреевич, в почте программы «Добрый вечер, Москва» немало писем с просьбой рассказать о порядке оформления. Расскажите поподробнее об этом. – Лица, желающие заниматься транспортным обслуживанием пассажиров, они должны подать заявление в исполком районного совета, комиссию по идеальной трудовой и кооперативной деятельности. Такая комиссия существует в каждом районе. – Заявление, еще кроме заявления необходимо иметь справку о состоянии здоровья, иметь справку с места работы, иметь машину в исправном безусловном состоянии, проходить техосмотр, иметь водительское удостоверение категории «В» и непрерывный стаж управления автомобилем не менее трех лет. Стоимость патента – 560 рублей на год. Кстати, автомобили водителей, имеющих патент, невозможно определить в потоке машин. У них нет отличительных знаков. Это создает неудобства для пассажиров и в то же время очень удобно для так называемых «леваков», людей, занимающихся транспортным обслуживанием населения незаконно. – Добрый день. – Здравствуйте. Программа «Добрый вечер, Москва». Вот вы сейчас посадили пассажира. У вас есть патент? – Это государственная машина. – Государственная машина? – А вы могли посадить пассажира? – Нет. – Нет? А почему вы это сделали? – Ну почему я это сделал? – Смотрю, девушка стоит, пришел там очень. – Сколько бы вы взяли у нее за проезд до центра? – Не знаю. – То есть деньги бы вы взяли в любом случае? – Вы сейчас посадили пассажирку. У вас есть патент? – Нет. – А как вы будете расплачиваться? На каком основании? – Подвезти? – А в дороге нет. – А вы знаете, что вы не имели права это делать? – Почему? – Пока не так много желающих заниматься извозом. – Может быть, некоторым выгоднее заниматься, вот как и раньше, просто подвозить и брать за это деньги, не покупая патент? – Значит, да, некоторые граждане, которые занимаются без оформления патента, они нарушают закон обитационной трудовой деятельности, и здесь наступает и административная ответственность, и вплоть до уголовной ответственности. – Поэтому Моссовет проводит в этом плане сейчас работу по активному выявлению таких лиц. – Они будут наказаны. – И эти меры, наверное, будут ужесточаться. – Значит, это работа в массовом порядке. Главным управлением внутренних дел и народным контролем всеми нашими контрольными органами и нашей общественностью. – Александр Андреевич, немало вопросов возникает с оплатой проезда. Как он будет производиться? – В соответствии с законом, значит, гражданин, осуществляющий извоз, он по договоренности с пассажиром, они устанавливают стоимость проезда. И это может быть и как государственная такси, допустим, 20 копеек посадка и 20 копеек километр, а может быть и чистая цена по договоренности установлена или выше, или ниже. – И все решается по взаимному согласию? – По взаимному согласию, по договоренности. Продолжение следует...